Друзья, начиная с сериала о нашем большом путешествии по Южному Уралу. За 11 дней мы посетили 36 достопримечательностей, как популярных, так и малоизвестных. Проехали на машине 2500 км и 90 км прошли пешком. За это время случилось много чего интересного. Целью были съемка фото и видео, сбор информации для написания подробных статей о всех посещенных местах и публикации на ресурсах проекта Ураловед. Наверняка кому-то будет интересно повторить хотя бы часть нашего маршрута. Расскажу о нашем путешествии в формате дневника в этой серии видеороликов. Итак, начинаем. Ранним утром мы выехали из Екатеринбурга. Ехали без остановок, чтобы побыстрее добраться до первой точки. Маршрут проходил через Челябинск, Южноуральск, Степное. Затем мы решили довериться навигатору и проехать через Верхнеуральск. Вскоре пошел дождь. В Верхнеуральск и он перешел в настоящий ливень. Ехать в такую погоду, первой запланированной достопримечательности, не было особого смысла. Мы решили не спешить и заехать горе Извоз на крайне Верхнеуральска. Под накрапывающий дождик мы поднялись на вершину горы Извоз. Там разыскали монумент в память о трагических событиях гражданской войны. В июле 1918 года на горе Извоз произошло сражение между красноармейцами и белочехами. Отсюда начался легендарный трехмесячный поход отряда Блюхера по тылам белых. Кстати, раньше леса на горе Извоз не было. Он посажен искусственно. Все сосны растут ровными рядами. В 60-х годах на споне горы Извоз появилась и самая главная ее фишка – надпись «Ленин» из живых деревьев. Едем дальше. Дорога проходила мимо Верхнеуральского водохранилища. Оно было построено на реке Урал для нужд Магнитогорского металлургического комбината. Местность тут холмистая, а почти все берега открытые. На водохранилище есть островок, прозванный за примечательную форму островом Кит. Вскоре мы наконец-то оказались в Башкирии. Она встретила нас красивым полем с подсолнухами. За ним виднелись предгорья Южного Урала. Наша первая цель была уже совсем близко. Свернув вскоре с трассы Магнитогорск-Белорецк, мы оказались в башкирском селе Ташбулатова. Справа показалось озеро Карабалакты. Название переводится с башкирского как озеро Линей. Есть такой вид рыбы. Также его называют по ближайшей деревне Ташбулатова. Погода стала налаживаться. Когда мы подходили к берегу, открылась великолепная картина. Довольно большое озеро, горы за ним со стелящимся туманом и плавающего берега лебеди с птенцами. Вода в озере очень прозрачная. Нас поразило его дно. В этом месте оно почти полностью сложено из красивой яшмы. Это ценный поделочный камень. Больше нигде на Урале таких озер мы не встречали. Это озеро значимо также в историческом плане. Ученые открыли тут одну из древнейших на Урале палеолитических стоянок, дав ей название Уртатубе или Масовая. Находки с этой стоянки свидетельствуют о переначальном заселении Урала неандертальцами. Позже эта ветвь человеческого рода вымерла, уступив место Homo sapiens. Продолжив путь, вскоре мы остановились у озера Банное. Его второе, башкирское название Ектыкуль, а более древнее название озера Маузды. По народной легенде, во время крестьянской войны Пугачев приказал здесь своему войску баниться, устроить банный день. Впрочем, документального подтверждения этому преданию нет. Банное – это очень красивый водоем, почти со всех сторон окруженный горами. Они особенно высоки с запада. Туда нам предстояло подняться на следующий день. Этим вечером верхушки Теогор были в облаках, а по склонам стелился туман. Вода в озере холодная, кристально чистая. Мы не упустили возможности искупаться. Когда плывешь, кажется, что под тобой мелко, прекрасно видно дно, но когда пытаешься встать, понимаешь, что до дна не дотягиваешься. Кстати, банная считается самым глубоким озером Башкирии. Его средняя глубина около 11 метров, а максимальная – 28 метров. Любопытно, что помимо привычной для Урала рыбы, тут водятся и редкие виды. Это сик озера Банная, Малая Южная Колюшка и Беледь. В последнее время местность около Банного превратилась в настоящую курортную зону. Сюда едут и летом, и зимой. Мы остановились на ночь на восточном берегу озера. Опасались увидеть тут толпу людей, тем более был субботний день, но, к счастью, этого не оказалось. Ночевали здесь одни. Вместе с наступлением сумерек над горами на западе показалась зловещая туча. Сначала она мрачно озарялась зорницами, а потом показались и сами молнии. Вид на горы и озеро в свете молний очень даже впечатлял. Мы долго любовались этой завораживающей картиной, а когда начался дождь, то уже в полной темноте залезли в палатку. Засыпали под шум ливня и раскаты грома. В первый день путешествия мы проехали 550 км. Впереди нас ожидало еще очень много интересного. Об этом я расскажу в следующих сериях. Друзья, подписывайтесь на канал Уралвет, поддержите лайками и поделитесь ссылками на видео с друзьями. «Спасибо» и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.